Диана Станкевич Крылатые качели на Приберезинском установили новую детскую площадку Все нашу просьбу удовлетворяют Игровой комплекс, песочница, безопасное покрытие А когда, наверное, действительно будет совместная работа, вот такой результат мы будем иметь Кто помог с проектом? Война с COVID в стране выздоровели 47 553 пациентов Хорошо, что у нас в стране долгие годы много внимания уделялось продовольственной безопасности Эксперты Академии наук обсудили влияние пандемии на мировую экономику А также сладкий неликвид, сезон черники 2020 и паровая баня Завтра будет жарко и дождливо, стоит не ждать в разы В стране выздоровели 47 553 пациента, у которых ранее был подтвержден коронавирус Зарегистрированы 62 424 человека с положительным тестом Врачи провели свыше миллиона 13 тысяч исследований Эти данные приводит Минздрав После длительной паузы в национальный аэропорт Минск прибыл первый самолет авиакомпании Люфтганза До этого крайний пассажирский рейс состоялся 18 марта Между тем в Национальной Академии наук провели семинар, посвященный мерам борьбы с COVID-19 Закрытие гранит, запреты на торговлю, ограничение авиасообщений Теперь особое внимание, как сообщается, стоит уделить IT-сфере, робототехнике, сельскому хозяйству Необходимо уделить особое внимание сферам деятельности, отраслям, обеспечивающих базовые потребности человека Конечно же, очень хорошо, что у нас в стране долгие годы много внимания уделялось продовольственной безопасности Это очень сильно способствовало устойчивому развитию нашей экономики даже в период кризиса Горькая правда Областная инспекция госстандарта нашла в магазинах Бобруйска опасные конфеты и пирожные Все сладости сделаны в России В десерте подушечка фруктовая в сахаре обнаружены синтетические красители, не указанные на упаковке В черном списке также оказались эклеры со сливками Лабораторная экспертиза доказала, в креме присутствует кишечная палочка Превышено допустимое содержание дрожжей К тому же пирожное содержит запрещенный в Беларуси консерват Бензойную кислоту Некачественную продукцию сняли с прилавков Оба в кювете Недалеко от Осиповичей произошло серьезное ДТП Масуровозка Осиповичская Последствия аварии сняли водители, проезжающие мимо На кадрах видно, по обе стороны четырех полоски Бобруйск-Минск лежат автомобили Один больший груз, второй похож на мусоровоз На дороге разбросаны осколки Пробито разделительное ограждение ГАИ перекрыли по одной полосе с обеих сторон На месте работают спасатели и скорая помощь Стали очевидцем происшествия? Бьетесь над решением наболевшей проблемы? Есть эксклюзив? Респонденты Бобруйск-360 готовы выехать на место событий прямо сейчас Телефон горячей линии на ваших экранах Детский мир Во дворе на Приберезенском бульваре установили новую игровую площадку Современный комплекс возвели благодаря усердию горожан и усилию городских властей Анастасия Пахлёстова знает, кто еще помогал Вместо старой лавочки качелей настоящий игровой комплекс Двор возле 24-го дома на Приберезенском бульваре не узнать Старт обновлением дали неравнодушные жильцы Наталья Котова обратилась к депутату Палаты представителей Вере Широкой Просьбу услышали Конечно же не ожидали такой реакции Все было на высшем уровне Оказали помощь Выходили, мы же общаемся Была поддержка Были собраны небольшие, конечно, денежные средства К помощи подключились городские предприятия Сотрудники организации по обслуживанию жилфонда Уложили тротуарные борта и плитку Установили и зафиксировали оборудование Легпромразвитие выделило эко-покрытие В УГД подарил несколько туй Сейчас производим работы по планировке грунта Выравниванию, будет высеян газон Я думаю, этим здесь понравится Будет весело играть Рабочие укладывают эко-плиты Панели складывают как пазл Материал прочный, долговечный Откликнулись и учащиеся механико-технологического колледжа Парни лихо орудуют инструментами Местные детвора, которые то и дело крутятся вокруг, не отвлекают Когда мне предложили помочь благоустроить детскую площадку Я с радостью согласился Мы устанавливали забор и ровняли песок для детской площадки Жильцы многоэтажки не скрывают радости За досуг подрастающего поколения можно не переживать В будущем мечтают взрослые Новых детских сооружений станет больше Мы рады, наши детки рады Что наконец-таки у них будет достойная площадочка Ну и мы будем стараться по мере возможности Чтобы это все сохранилось для наших внуков, для правнуков Все, все нашу просьбу удовлетворяют Что мы просим, все делают для нас, для наших деток Мальчики и девочки успели опробовать качели и горки К комплексу поставили высший бал Я буду часто гулять и кататься на качели Депутат Вера Широкая уверена Лишь совместная работа населения и власти Способна привести к положительному результату Они и забор сделали, и плиточку купили, бордюрный камень купили И вложились, ну грубо говоря, привлекли жильцов То не поддержать такую инициативу мы не могли Если у нас будет в городе Бобруйске побольше таких активных жителей Которые готовы вкладываться Не только ждать, когда что-то принесут, дадут и сделают службу ЖКХ А когда, наверное, действительно будет совместная работа Вот такой результат мы будем иметь Жильцы высотки уверены Теперь площадка будет местом притяжения всей детворы Анастасия Пахлёстова, Максим Галеонко, Бобруйск, 360 Изменения июля, новый электромаршрут и биопосуда В стране планируют запустить производство тарелок из стаканчиков и затрубей В чём польза? Далее обзор самых обсуждаемых заголовков дня С 1 июля в Беларуси выросли трудовые пенсии Уменьшилась ставка рефинансирования с 8 до 7,75% годовых Стоимость краткосрочного шенгена теперь составляет 35 евро Увеличилась цена отдельных марок сигарет на 5 и 10 копеек Иностранцы получили больше прав Сроки регистрации увеличили до 10 дней Высококвалифицированным работникам теперь будут давать добро на временное или постоянное проживание до 2 лет Также снижен цен соседлости для получения разрешения на постоянное проживание с 7 до 5 лет Для занятых в экономике до 3 В ближайшую пятилетку в стране планируют электрифицировать 300 километров железных дорог Решение приняли после запуска электропоездов по маршруту Светлогорск-Жлобин-Минск В первую очередь обновят участок путей до Барановичей Суды и ЗАГСы перед расторжением брака будут предлагать супругам встречу с медиатором По мнению экспертов, эта услуга позволит создать в обществе наиболее благоприятные условия для сохранения семей и сбережения ценностей В Беларуси планируют запустить производство экологичной посуды из-за трубей Идеей проекта поделилась участница конкурса «Социал Уикенд» Биоразработка, по ее словам, безопасная и полезная альтернатива одноразовым пластиковым и бумажным изделиям Ее можно использовать для сухой и жидкой пищи, нагревать до высокой температуры Посуда будет разлагаться в течение месяца под действием дождя, ветра и солнца Благотворительный заплыв через Минское море пройдет 11 июля Дистанция составит 5000 метров, их нужно преодолеть за 3 часа Вырученные средства пойдут в Международный фонд «Шанс» и местный имени Алексея Талая Акция для пловцов-любителей и спортсменов проводится каждое лето У Медведева-Бару в Могилевской области стартовал сезон сбора черники По словам зампредоправления регионального потребсоюза Александра Уткина горячая пора стартовала на 2,5 недели позже обычного Сроки сместила холодная весна, эксперты прогнозируют скромный урожай Отсюда высокая закупочная цена – 2,5 рубля за килограмм За лето заготовочные пункты области планируют приобрести у людей 500 тонн лесных ягод Вскоре дары природы появятся на прилавках рынков и магазинов Часть урожая отправят на экспорт Уже есть заказы из стран Евросоюза Стоя на голове, Бобручанка побила мировой рекорд И стала единственным ребенком в стране с подобного рода достижением Мария Бушкевич заглянула на тренировку Наибольшее количество поднятия ног в стойке на голове среди детей Точная формулировка достижения Доминики Пантелеевой Ей 9 лет, больше чем полжизни занимается акробатикой Придя маленькой девочкой в большой спорт, не думала, что побьет мировой рекорд Я была очень рада, я не ожидала, что я столько сделаю Мне очень нравится заниматься, я иду на тренировку с удовольствием До этого максимальный результат принадлежал 12-летней россиянке Спортсменка сделала 50 повторений К высокому результату признается мама и по совместительству тренер Привели кропотливый труд и тренировка 5 раз в неделю Цифру 75 выбрали не случайно Если получится, и ты чувствуешь в себе силы, сделай 75 Мы посвятим этот рекорд 75-летию Великой Победы И следующий праздник будет День города И я думаю, что соединим такие обе красивые даты Рекорд, он должен быть тематически интересный В подарок действительно и городу, и стране Действительно так и получилось В день рождения Бобруйска Доминики вручили сертификат Присвоили звание мировой рекордсменки Одна она такая В Беларуси больше нет столь юных титулованных атлетов За моей спиной Доминика выполняет свой рекорд, зафиксированный судейской коллегией Юная спортсменка поднимает ноги ровно 75 раз Упражнения выполняет успешно Акробатка растет в династии спортсменов Мама профессиональная гимнастка Дед заслуженный тренер страны Это салют Доминики и другие победы Стремление к соревнованиям в крови А пока она мечтает попасть к Максиму Галкину на передачу лучше всех Приглашение уже получили Мария Бушкевич, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360 Облачно с прояснениями Сегодня днем столбики термометра за окном застыли на отметке плюс 25 По улицам бродил юго-западный ветер К вечеру порывы достигли 10 метров в секунду Надолго ли тренд, расскажем прямо сейчас Не продохнуть Судя по прогнозам синоптиков Завтра страна превратится в паровую баню В отдельных регионах ожидаются ливни с грозами На юге температура повысится до 30 с плюсом Солнце слезы высушит Влажность подскочит до небес Атмосферное давление существенно не изменится Американскую Южную Каролину охватили лесные пожары Пламя быстро расползлось и настигло жилые дома 40 построек сгорели дотла Один человек скончался В округе Империал экстренно эвакуирует население На борьбу со стихией отправились около 130 спасателей Тем временем по Одесской области Украины промчался смерч Местные сняли опасные явления на видео Стремительно воздушный вихрь двигался по полю Торнадо подняло в воздух столб пыли и мелкого мусора О пострадавших и разрушениях не сообщается Сильные дожди спровоцировали массивный оползень в районе города Дарджилинг в западной Бенгалии Обвал повредил участок главной дороги в предгоре Гималаев Транспорт стал в пробке Обошлось без жертв Завтра утром будет переменная облачность без осадков Подует южный ветер После полудня синоптики предрекают небольшой дождь Вероятность грозы 80% Порывы усилятся до 11 метров в секунду Небо расплачется и вечером Днем потеплеет до 28 с плюсом Ночью до 20 выше нуля Три новых дома в столичном жилом комплексе «Минск.Мир» Начинаются продажи квартир в домах Санкт-Петербург, Флоренция и Копенгаген А еще июль стартует с летней акции и новых цен, которые будут действовать до конца лета Какие предлагают квартиры, чем отличаются кварталы, где расположены дома и о строительстве инфраструктуры «Минск.Мир» далее Три разных, но при этом похожие высокими стандартами современного европейского жилья Санкт-Петербург, Флоренция и Копенгаген На старте продаж квартиры в этих домах самое выгодное предложение и лучшие цены О новом предложении по порядку Санкт-Петербург в квартале Евразия состоит из двух секций по 19 этажей Квартира от 30 до 86 квадратных метров Тут можно оборудовать и небольшую студию, и просторную евро-четверку На первом этаже просторное лобби с двумя выходами и коммерческие помещения Часть квартир второго этажа с собственными террасами Окна в пол из специального стекла, которое невозможно разбить Высокие потолки, скоростные и бесшумные лифты, один из них панорамный В квартале Евразия всего 8 жилых домов Здание коммунальной службы, внутри детский сад на 230 мест Рядом метро, новый городской парк Дом сдадут в феврале 2022 года Флоренция – это три секции по 25 этажей Квартиры от 43 до 78 квадратных метров Их три типа, в евростандарте это одно-, двух- и трехкомнатные квартиры Высота потолков на первом и последнем этажах 3 метра На остальных 2 метра 70 сантиметров Панорамное стекление и лоджия в каждой квартире В каждой секции по три лифта «Отис» Два из которых повышенной грузоподъемности Возле каждого подъезда помещение для хранения велосипедов Сдадут дом в октябре следующего года Дом Копенгаген в квартале Северная Европа Вдоль улицы Кижеватого Здесь построят детский сад на 230 мест Детскую и взорослую поликлиники На севере к кварталу примыкает новый городской парк В доме 25 этажей Квартиры до 74 квадратных метров Шесть квартир первого этажа имеют отдельный вход прямо со двора При этом на террасах предусмотрены калитки на придомовую территорию И стеклянные козырьки от осадков Дизайнерское лобби, границ, скоростные лифты Сдадут дом в сентябре следующего года У покупателей должен быть выбор Они должны иметь возможность выбрать расположение дома, площадь квартиры, планировку и даже вид из окна Только при таких условиях покупка квартиры принесет удовольствие и станет важным событием жизни семьи Мы проанализировали, что в свободной продаже осталось недостаточное количество квартир для широкого выбора И решили начать продажи сразу трех домов Несколько ранее запланированных сроков Отмечу, что все дома, в которых стартовали продажи квартир, уже на стадии строительства И все это в динамично развивающемся районе Комплекс «Минск.Мир» строится по принципу города в городе Где все продумано для комфорта жителей Школы, поликлиники, детские сады, велодорожки, площадки для детских игр и занятий спортом Здесь возводят международный финансовый центр Это тысячи рабочих мест Сквозь район пройдет новая ветка метро Станции войдут в строй в самом скором времени И главное, позволить себе квартиру здесь может любая семья со стабильным доходом Это позиция застройщика Разработаны удобные финансовые инструменты В первый год ставка по кредиту от Беларусьбанка менее 4% Во второй и третий – 9% На 20 лет Белорусский народный банк предлагает 0,01% на первый год При оплате своими средствами половины квартиры Есть и возможность партнерского кредитования до 20 лет С первым взносом от 10% Есть еще и рассрочка от застройщика без процентов Первоначальный взнос всего 30% А если покупать квартиры онлайн через интернет Дополнительная выгода – 5000 рублей Напомним, на старте продаж самые выгодные условия Тем более, что у застройщика стартовала летняя акция Новые цены установлены до конца августа Не упустите, улучшайте качество своей жизни Это все из событий К этой минуте сразу после нас сирена Громкие ЧП за неделю и страшная правда из жизни города Следите за новостями в интернете и соцсетях Мы в эфире каждый будний вечер Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok